Экзаменов у девятых и одиннадцатых классов в этом году не будет. Выпускникам по обязательным предметам поставят итоговые оценки, исходя из общей успеваемости. Министерство просвещения направило приказ во все школы республики. А в нем говорится цитата. В этом году итоговая аттестация проводится по завершению учебного года в формате выставления годовых отметок. Обычно девятиклассники сдают экзамены по двум обязательным предметам. Это родной язык и математика, и двум на выбор ученика. Но этот учебный год для школьников завершится, как и прошлый. Итоговые оценки выставят на основании годовых. Как отметили в Минпросе, при этом аттестат будет соответствовать всем нормам. Для одиннадцатиклассников годовые оценки по обязательным предметам выведут из среднегодовых оценок за десятый и одиннадцатый классы. Аттестат выпускники получат без письменной сдачи ЕГЭ, и он также не будет отличаться от аттестатов, полученных в доковидные годы. Что касается студентов. Как нам рассказали в Госуниверситете, летняя сессия для студентов невыпускных курсов пройдет так же, как и прошлая, зимняя. Им выставят зачеты и экзамены по тем оценкам, которые они получили в течение семестра. Сдавать экзамены и зачеты в обычной форме студенты этих курсов не будут. А вот у выпускников ПГУ экзамены и защита дипломных работ пройдут в традиционной очной форме в аудиториях университета с соблюдением всех санитарных норм. Студенты будут приходить группами по пять человек. Подгруппа будет только эта. После нее будет проведена санитарная обработка генеральной аудитории. Будет проведено проведение. И затем вторая подгруппа из пяти человек будет допущена к проведению государственного экзамена, либо к защите выпускной квалификационной работы. Государственная итоговая аттестация в ПГУ стартует в конце мая и продлится до начала июля.